Дмитрий Иванович В 1943 году, сразу после окончания Шеймайданской средней неполной школы, поступил на курсы всеобщего воинского обучения при Отяшевском райвоенкомате. В ноябре 1943 года был призван в Красную армию Отяшевским райвоенкоматом на фронте с сентября 1944 года. Воевал в составе 68-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии. Особо отличился в боях за освобождение Прибалтики и Восточной Пруссии весной 1945 года. С 3 по 6 марта 1945 года в боях в районе деревни Перпельтникин сержант Ефремов со своим пулеметом оседлал шоссейную дорогу, отрезав группу до 80 гитлеровцев. Отразил все контратаки врага, уничтожив до 40 солдат. При штурме безымянной высоты в этом же районе занял выгодную позицию и в течение всего боя держал высоту под огнем. Своими действиями обеспечил захват высоты. С 6 по 8 апреля 1945 года в бою за сильно укрепленный пункт противника Фридрихсберг сержант Ефремов под огнем противника переправился через канал Ландграбен и открыл огонь из пулемета, чем способствовал успеху своего батальона. При штурме опорного пункта по своей инициативе выкатил пулемет в тыл противника и открыл сильный огонь, вызвав своими действиями панику у врага, способствовал захвату населенного пункта. При отражении контратак противника вел уничтожающий огонь из пулемета, пока тот не был разбит снарядом. Взяв у погибшего товарища Карабин, продолжал стрелять. В это же время выставил красный флаг у сарая. Продолжал сражаться, пока не было тяжело ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Ефремову Дмитрию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медалей «Золотая звезда». День Победы встретил в госпитале. В результате полученного в последнем бою ранения долго находился на лечении. И только в 1946 году был демобилизован и вернулся в родные края. Окончил среднюю школу, работал в колхозе. Член КПСС с 1946 года. В сентябре 1955 года переехал в город Лениногорск в Восточно-Казахстанской области. В 1956 году работал булгактером-ревизором в райпотребсоюзе, в райкоме партии, булгактером на Лениногорском полиметаллическом комбинате. С 1964 года булгактером в 30-м Лениногорском военизированном горно-спасательном отряде. Оттуда в 1988 году ушел на заслуженный отдых. Жил в городе Риддер. Вел большую патриотическую работу среди молодежи в школах и учебных заведениях города. Скончался 5 ноября 2005 года. Награжден орденами Ленина Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, красной звезды, медалями в том числе за отвагу. В городе Риддер Восточно-Казахстанской области на доме, в котором жил герой, установлена мемориальная доска.